от семьи. Давайте просто от слов к делу перейдем, откроем его инстаграм, вот смотрим, да? Рашид Махат слева, справа Головкин, вы его все узнали, а вот посередине стоит Ракишев. Но только не Кинес Ракишев, а его родной брат с красивым именем Нур Султан, запоминающееся имя, правда, да? Согласно этому имени, он трудоустроен на должность зампрокурора города Алматы. Такая дружба объясняет, почему у Абжана такие большие проблемы возникли. И это же объясняет, почему дело о коррупции в адрес Кудайбергенова в принципе не расследуется и не собираются этого расследовать, потому что Кудайбергенов был обнальщиком Ракишева, Кинеса. Но как можно расследовать дело о коррупции брата своего? И, собственно, когда прокурор Алматы это, собственно, брат. Брат и брат. О каком следствии можно говорить в принципе вообще? К тому же под следствием за ту же самую госизмену находится Карим Масимов на фотографии с Масимовым и Байденом, и сыном Байдена сейчас находятся еще раз Кинеса Ракишев. Те самые североамериканские партнеры, которые, скорее всего, вообще понятия не имеют о том, кто такой Рашид Махат. Они по-любой никогда не догадывались, кто такой Рашид Махат и что он вообще может быть связан с семьей Назарбаева ни сном, ни духом. Вот так вот это, собственно, и происходит. К этому можно еще добавить, что Рашид Махат был членом совета директоров в Каскомерсбанке в период, когда Кинес Ракишев там заправлял. Что подчеркивает, опять же, связь Рашида Махата с Кинесом Ракишем, а также был членом консультативного совета ВАО «Каспибанк». Также это тонко, очень тонко намекает на связь Рашида Махата с Атыбалды. Я честно думаю, что как бы североамериканские партнеры ни сном, ни духом никогда в жизни не догадывались о его связях с семьей. И все они были убеждены, что это все потому, что Рашид Махат закончил с красным дипломом ГИМО. Ну, правда, бакалавриат, ну, с красным дипломом. Я чувствую себя правым, несправедлилась она, я думаю, я уверен, что суд докажет. И все, просто нам надо браться, я вот думаю, нам надо браться терпением.